Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире новый проект АПКОМ ТВ, театральная программа. В ней мы будем знакомить вас с постановками, закулисной жизнью и актерами ТОП-театра. И сегодня в нашей программе вы увидите... Эй! 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 Воу-воу-воу-воу! Спектакль, который вернулся. Я ухожу красиво в исполнении новой труппы ТОП-театра. Я просто ребенок! Моих родителей поймали браконьеры. Я не знаю, кто я или откуда. В поисках себя, чему научат юных зрителей спектакль «Просто ребенок». Мы не стараемся, грубо говоря, как шуты забавлять. Мы как бы стараемся лавировать все-таки, разговаривать с публикой, втягивать, создавать тот театр, который нам кажется будет интересен. Найти своего зрителя и не повторяться. Интервью художественного руководителя ТОП-театра Александра Гончарука. Один из самых ярких спектаклей ТОП-театра «Я ухожу красиво» вернулся на сцену. Это старая история с новыми актерами. Спектакль о выпускниках школы, их мечтах и несбывшихся надеждах. О чем думает современная молодежь, расскажем в нашем сюжете. Сегодняшние одиннадцатиклассники, завтрашние выпускники, готовятся к праздничному концерту и мечтают покинуть школьные стены. Все зовут меня. Эй, ты, как тебе там, фея лесная? Ну ничего, ничего, терпеть осталось недолго. До выпускного всего две недели. Ес! При этом каждый хочет шагнуть в другую жизнь, в мир больших возможностей, навстречу своим мечтам. И не важно, уехать подальше из города в Штаты или пойти работать по стопам отца автослесарем. Вот и будешь, как твой папаша, автослесарь-механик всю свою жизнь. Вот и буду, как мой папаша, автослесарь-механик всю свою жизнь. Зато все честно и как у людей. Для многих выпуск – это единственный выход, чтобы вырваться из ненавистного им класса. Годы, проведенные вместе, превратились в настоящие испытания. И теперь друзей между ними почти не осталось. Личная история каждого из героев, знакомая всем подросткам, доставляет задуматься, а что бы я сделал на их месте. Тут что такое сложно? Тебя со старшими учили разговаривать? Ну-ка подошел сюда. Да, давай там учим. Давай, давай. Ногу мне поцеловал и сказал «Здравствуйте, мой господин». Давай, ты же пес. Да пошел. Складывается впечатление, что в постановке нет положительных героев. Каждый сам за себя и против всех. Они друг друга оскорбляют, унижают и, кажется, ненавидят. На! Не, не, не! Оп! Оп! А, держи! Давай еще мне! Оп! Стоим, боимся! Стоим, боимся! Негатива от зрителей я не получал. Всегда говорят, ну, конечно, персонаж у тебя сволочь. Ну, ты-то у нас хороший. И, как бы, никогда не было такого, что мерзком, там, нагло людям. Они, наоборот, спрашивают, а не тяжело ли играть такого злого, там, человека плохого. Нет, нет, наоборот, легко. Ты, ты, когда играешь, ты это все отпускаешь. Все плохое, что у тебя в жизни было, оно вот с ролью уходит. И жить легче и веселее. Невольно нахлынувают воспоминания о школе. Ведь каждый актер на сцене настолько ярко показывает своих героев, что, как признались после спектакля зрители, они вспомнили свой класс. Но при этом уверены, сами были совершенно другими. Мы немножко другими были, немножко по-другому себя вели. Поэтому где-то я не согласна. Очень грустно то, что мы взрослые родители, вот, то есть, порой забываем о наших детях. Вот, пожалуйста, выливается все вот в их жизни школьной. Сейчас современная молодежь, конечно, очень жаль, что она такая. Ну, по части виноваты, наверное, мы в наше время. Некоторые моменты вообще стопроцентное попадание. Я сначала подумала, ну, вот из школы в выходные попала опять в школу. Ну, знаете, развеялось, понравилось мне. Это надо смотреть подросткам, ну и родителям тоже, я бы так сказала. Что это и для родителей, и для детей. К своей роли каждый актер готовился по-своему. Кому-то пришлось наблюдать за современными школьниками, а кому-то вспомнить свои учебные годы. Я ходил в свою школу лично. Я не знаю, как ребята, конечно, я, да. А я ходил. Вот, ну, общался и вообще просто наблюдал. Скорее, не общался. И, в принципе, в школах это есть. Но, наверное, не в той степени, в которой мы показываем. Поэтому понаблюдал, подчеркнул для себя что-то. И все, и вот как-то вышло так. И ролик, конечно, близка. В определенные периоды были такие моменты, когда я была изгоем. Но, в основном, конечно, я на сопротивление брала. Сейчас тоже продолжаю учиться, тоже прогуливаю пары. Поэтому меня вот немножечко считают изгоем, потому что я немножечко не в группе, а в театре постоянно. Мы свои компании создавали, также сидели на школе целыми днями. Точно так же вот на заднем дворе, ну, прям в один в один. В школе вы какой были? Я отличница. Я отличница, закончила с красным дипломом. Причем не только школу, и колледж с красным дипломом. А вот чем закончится эта история выпускников, вам предстоит узнать лишь в зрительном зале ТОП-театра. Спектакль идет каждый месяц. В третью меру передавайте музыку и занавес. Следующий спектакль «Просто ребенок» для самых юных зрителей. Постановка расскажет о подводных приключениях главного героя, который пытается понять, кто он. Спектакль настолько интерактивный, что усидеть детям на своих местах не получится. Они станут участниками представления. Яркими впечатлениями поделимся далее. В ТОП-театре принято, что актеры встречают своих гостей, а юных зрителей еще и развлекают. Заходя в зал, ребята сразу попадали на морской праздник. Еще до спектакля дети знакомились с яркими морскими обитателями и играли с ними в огромный мяч-пузырь. Главный герой мюзикла – маленький ребенок. Он не знает, кем был рожден и пытается это выяснить. Кто ты, откуда и как тебя зовут? Я просто ребенок. Моих родителей поймали браконьеры. Я не знаю, кто я или откуда. На пути ему встречаются морские обитатели, которые помогают в этом разобраться. Во время спектакля ребенок познакомится со светящимися медузами, мудрой черепахой, веселым доставщиком водорослей, самовлюбленной морской звездой, трусливым рачком и другими обитателями морского дна. Актер, который исполнил роль ребенка, рассказал, что его многое связывает с исканиями главного героя. Мне по правде самому близка очень сильно эта роль, потому что каждый из театралов, каждый из актеров ищет себя до сих пор. И это главный герой, это и есть олицетворение поиска. И когда дети это понимают, особенно дети совершенно маленькие, когда ты слышишь, что они – это дельфин, вот он, вот он. Так хочется. Ко мне однажды подошел мальчик маленький, притронулся, просто не поверил, что я настоящий. Это прекрасно. В спектакле герои рассказывают о дружбе и взаимовыручке, при этом спрашивают у юных зрителей совета или помощи. Ну, привет! Как тебя зовут? Ты вот хочешь к ним? Она не хочет! Не хочет? Топ! Ты что еще и спрашиваешь? Нет, иди не сесть сюда! Удивительные, завораживающие и в то же время смешные морские персонажи светятся, поют и танцуют. Даже парочка злых акул, пытающиеся поймать главного героя, постоянно шутят, вызывая смех у детей и взрослых. Драку кашину! Песни к ней! А вот она, сука, я здесь! Во время репетиции мы изначально это все прорабатывали, рылись в мемах, в мультиках, в рэйпе, в хип-хопе. У нас получилась такая импровизационная большая роль. Да, мы просто собрали много информации, что сейчас на слуху, что людям нравится, и просто это использовали. Мы всегда смотрим, какие дети приходят. Иногда бывают очень маленькие, они боятся всего. А иногда бывают повзрослее, им надо что-нибудь новенькое, там, фронтфейс. Это здорово, когда попадают в детей, они такие, ууу, и ты такой, да... Это дает энергию, помогает дальше. Интерактивный формат спектакля, яркие костюмы, световые эффекты, видеопроекции и понятный юмор приведут в восторг маленьких зрителей. Очень красочные костюмы, и вообще музыкальный спектакль. Даже дельфинчик тоже. Дельфинчик тоже. Очень интересные всегда постановки, музыкальное оформление, и актеры просто нас покорили. Да, сегодня такие костюмы были. Нам очень сильно понравилось. А почему молчишь? Еще понравилось? Да, очень. Актеры топ-театра преимущественно задействованы во взрослых спектаклях, но на детские постановки настрой особый, потому что эмоции юных зрителей всегда искренние и неподдельные. Ответственность выше, при этом, как говорят герои мюзикла, работа с детьми им очень нравится. Когда ты настроен играть на детский спектакль, тебе идет только положительная энергия, только положительные волны. Когда дети это воспринимают, я думаю, тебе в десятикратном, так сказать, в десятикратной силе, это очень хорошо отзывается, ты как будто живешь на сцене. Мне очень нравится с детьми работать и вообще для них показывать, это, как говорит режиссер, это работать для взрослого, только еще лучше. То есть для ребенка нужно еще лучше, еще больше выдавать энергии. И когда ты получаешь обмен этой энергией с ребенком, когда они после спектакля с тобой фотографируются, трогают тебя, тебе это нравится, и такой кайф получаешь прямо от этого. Кем в итоге окажется главный герой, узнаете в ТОП-театре. Спектакль «Просто ребенок» поставили совсем недавно, но уже он получил множество положительных отзывов. В театре планируют показывать его каждый месяц. Он уходил, чтобы вернуться. Новый старый художественный руководитель ТОП-театра Александр Гончарук. Мы поговорили с ним о том, что же изменилось после его возвращения, о выборе репертуара и чего ждать зрителям в ближайшем будущем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Думаю, что мы пошли правильным путем, я так думаю, уже судя по количеству. Так и хочется сказать, рот у нас не захудалый спустя год, потому что в декабре у нас 50 спектаклей. Это самый большой показатель за всю историю театра. А если брать декабрь и 10 дней января, то это 74 спектакля. Это очень большая цифра, согласитесь. То есть до 10 января мы еще играем 24 спектакля. Это очень большая цифра. Но она связана с тем, что театр частный, надо бежать, надо артистам платить зарплаты, гонорары. Вот такая договоренность у нас была. И мы очень сильно зависим от посещаемости наполнения зала. Потому что если в зале никого не будет, откуда директор будет брать? Ну один раз возьмет, второй раз возьмет. Поэтому все частные театры, как только вы видите, что в частном театре идет в месяц хотя бы 35 спектаклей, хороший. Если вы видите 5, не знаю, как он существует, потому что у нас 16 человек в труппе, 3 монтировщика, звукорежиссер, радист, костюмеры, администраторы. Это огромный просто зам директора, бухгалтер и так далее. Это все штатное расписание, как почти, можно сказать, государственного театра. Нам, к сожалению, в наследство не оставили ни одного спектакля. Вот еще года нет, как мы пришли. Ни одного. Вы можете себе представить? Вот пустой театр, ни одного спектакля нет. И мы с нуля с молодыми ребятами, которые только что выпустились, начали зрителя привлекать, который просто нам сказал «до свидания». Публика, к счастью или к сожалению, в Омске хочет веселиться, радоваться. Я говорю о большой части публики. Поэтому мы восстановили Примадонну, тем более в гараже были старые декорации. Мы восстановили подростковый спектакль «Я ухожу красиво», наверняка вы вчера видели, да, с новыми артистами, с новым поколением. Была интересная затея поставить спектакль «Каникулы президента». Нашли Ольгу, которая так отважилась просто. Сначала мне Анателла Олеговна мне предлагала. Но я что-то какие-то политические мотивы не хотел трогать. А Оля увидела эту историю как про простых людей из глубинки, как они живут, как они воспринимают президента. Ну, некая характерность есть от нашего президента. Ну и что? По оснащению техническому нет, конечно. Нет, конечно. Мы тратили на бременские музыканты, по-моему, 1300 мы тратили на декорацию, на костюмы. Сейчас этот спектакль обошелся там в 70 максимум, может быть. Я думаю, по репертуару, но все-таки у нас там были и «Женитьба Фигара», и «Звезда на небе голубом», мы ездили на маску с этим спектаклем, и «Очи черные» по Куприну. Я думаю, что обороты были больше. Но разве можно как бы повторять? Мы идем, своим путем сочиняем. Мы не стараемся там, грубо говоря, как шуты забавлять. Мы как бы стараемся лавировать все-таки, разговаривать с публикой, втягивать, создавать тот театр, который нам кажется будет интересен. Где-то мы ошибаемся, где-то побеждаем. Но вот в декабре 50 спектаклей, и чтобы там мне больше никто не говорил, 50 все. 50 – это огромная цифра. Можно играть 20 под Новый год, 25, но 50… Государственные театры не играют 50. И чтобы держать в форме, нужен ритм. Ритм сейчас очень большое значение имеет. Ритмические, хорошие спектакли развалить трудно, потому что они ритмически все слажены. Потом, ну грех нам, понимаете, у нас все-таки не пенсионеры в труппе, у нас молоденькие ребята. Мне кажется, это наш путь, молодежного театра. Надо использовать все средства выразительности, чтобы держать, чтобы у наших зрителей была эмпатия, способная к сопереживанию. По-моему, в Германии проводился такой вопрос. Вот люди, которые не ходят в театр, и люди, которые ходят в театр. Вот чем они отличаются? Вот они и те, и те хорошие. Но те, кто ходит в театр, развита эмпатия, способность к сопереживанию. Сейчас надо провести вот этот вот зимний марафон. Мы восстановим еще один хороший спектакль «Золушку». Вот. И потом надо сесть, неделька у нас будет, и еще раз подумать. Я вот так думаю. Потому что вот так вот давайте возьмем Драйзера, Набокова, давайте всех вот убьем этим. Нужно же, чтобы и внутри себя это отзывалось. Да, ведь режиссер же тоже ставит и отвечает на те вопросы, которыми он задается, и его дети. Да, поэтому я думаю, что надо делать как социальные спектакли, молодежные, так и классические. Но это надо дожить. Мы все-таки в очень хрупкой ситуации находимся. Частный театр – это очень хрупкая конструкция. Понимаете? Она… Мы так немножко подпрыгиваем. О, зритель. О, хорошо. О, ребята взяли по 10 билетов, продают. О, хорошо. Касса. Да, тут надо подумать. Надо подумать, взвесить. Потому что репертуар за год как-то мы все-таки вырулили в ситуацию. Но и с другой стороны, и до Лидиснайт не хочется опускаться, то, что здесь было хитом до меня. Вот не хочется. Я понимаю, что это очень востребовано, это решит проблему сразу. Билеты тысячные, женщины дышат потными телами артистов, накачанных и так далее. Но вот как бы обойти момент этот? Так что, вот вопрос непростой. Потому что когда ты думаешь вне театра, вне зрительского интереса, тогда это одно. А тут мы все-таки привязаны. Кто-то этого даже не понимает. Кто-то говорит, да как, да что это? Это не на потребу публику. Это просто то, что Оля говорит, это все-таки чувствовать актуализацию. То, что сегодня будет необходимо, интересно. Мы не имеем права работать вне интереса нашего, нашей публики. Мы не имеем права. Наша театральная программа подошла к концу. Смотрите нас в эфире телеканала АПКОМ ТВ каждую среду. Дальше будет еще интересней. Смотрите нас в эфире телеканала АПКОМ ТВ. Смотрите нас в эфире телеканала АПКОМ ТВ.